В Иванове состоялось заседание третьей областной конференции Ивановского отделения Русского географического общества. Организация еще молодая, но за ее плечами уже немало достижений. Основная цель – патриотическое воспитание молодежи. Самых деятельных членов организации руководство за проделанную работу поощрило благодарственными письмами и подарками. Нам есть уже что сказать, есть о чем заявить. Прошлый год, 2012 год, был годом истории объявлен. Мы провели крупномасштабную детскую национальную экспедицию «Связь времен и поколений», которая была приурочена к 200-летию победы русского народа над армией Наполеона. Наряду с этим мы и не забыли наших героев времен войны, отечественной войны 1941-1945 годов. Останавливаться на достигнутом региональном отделении РГУ не намерены. До 2013 год запланировано три крупных проекта для подрастающего поколения. Один из них называется «Малая Родина». Иваново является уникальным городом, на территории которого находится точка пересечения целосчисленных координат. 57 градусов северной широты и 41 градус восточной долготы. Именно это место, расположенное неподалеку от Соковского моста, станет отправной точкой для экспедиции по самым интересным местам Ивановской области. Четыре маршрутные группы потом произойдутся в меридиональном направлении и в широтном направлении. Группы будут составить из детей, подростков, студентов, вузов. Соответственно, маршрутные группы пройдутся своими маршрутами, составят описание, пройдут мониторинг от сопримечательностей. И на итоговой конференции расскажут друг другу как о своих приключениях, так и о том, что они увидали. Во время заседания был затронут еще один важный вопрос – судьба Ивановского планетария. О создании небольшого центра по изучению астрономии начали говорить еще в прошлом году. Но надежды выиграть грант на покупку оборудования не оправдали себя. Тяжело идет у нас планетария, потому что рассчитывали на федеральный центр. Сегодня так случилось, что почему-то помогают Москве и Санкт-Петербург. И все. А вот почему-то глубинки не помогают. Ну что, не будем обижаться на Москву. Будем рассчитывать на свои силы. И поэтому я, международным, сессором Александрович сказал, что это наша уже совместная задача и города, и области. Поэтому мы сделаем. Сейчас там работы идут, продолжаются. Но начинку научную мы уже доведем совместно. Вячеслав Свечков пообещал, что планетарий появится в Иванове, если не в конце текущего года, то в начале 2014-го точно. Это событие будет как раз кстати. Вся страна будет отмечать 80-летие со дня рождения Юрия Гагарина.